К другим темам. В конном клубе Калининского района Новосибирска появились необычные обитатели. Целое семейство нубийских коз приютили сотрудники конюшни. Животных такой породы редко встретишь в Сибири. О том, как устроились на постоянное место жительства уроженцы Африки. Расскажет Екатерина Широкова. Очень любят сушки, очень любят солененькие крекеры. Нубийский козел, лунный бонус, Зана, нубийская коза Красуля, трехмесячная Дафна и Фантазия с двумя малютками Бруно и Агатой живут в конном клубе уже неделю. У заводчиков случилось несчастье, сгорел дом. И администрация клуба обеспечила гостей стойлом, кормами и уходом. Это очень интересно, тем более это козочки такие. Лошади у нас вообще были тоже в восторге, естественно. У них была такая интересная реакция. Они слушали, во-первых, услышали сначала, потом увидели, тоже не понимали, что это за животное, как на них реагировать. Но сейчас, по прошествии недели, уже все в порядке. У породы очень интересная внешность, длинные уши и римский профиль. Пятнистый окрас, а на спине так называемая борсучья отметина. Однако заводчики отмечают не только облик животного, сколько характер. Нубийских коз заводчики сравнивают с собаками. Это очень шумные и непоседливые животные. Но в то же время очень преданные. Хозяин для них это буквально вожак их стада. Правда, если они не согласны с командами, то выполнять их не будут. Нубийских коз относят к мясомолочной породе. Сразу после первого окота они дают более трех литров молока в день. Это тонна в год. В еде неприхотливы в рационе овощи и трава. А вот климат для африканских нубиек холодный. В этом есть сложности с содержанием. Всегда приходится продумывать, как обустроить их помещение, так, чтобы это было наименее травматично для них в первую очередь. А уж ущерб, который они наносят окружающему миру, просто колоссален. Если они случайно говорят, значит, пословица, если хотите поругаться с соседом, заведите козу. Конечно, мы залезем в любой огород, мы съедим все, что у вас там выросло. Разведение нубиек – дело прибыльное. Цена за чистопородную племенную особь начинается от 120 тысяч рублей. Из-за теплолюбивости чаще породу разводят на юге России. Правда, многие из них адаптируются под холодный климат, отращивая к зиме теплый подшерсток. Екатерина Широкова, Александр Егоров. Новости ОТС.